Всем привет! У меня заказали очередную каретную стяжку, и я подумал, что стоит снять еще одно видео об этом процессе, так как в предыдущем ролике я мало что объяснял. В этот раз постараюсь больше раскрыть тему каретной стяжки. Только сразу скажу, я не профи, я еще учусь. И все, что я знаю, я черпал из ютуба. Итак, начнем. Основа кровати это сосновый мебельный щит размером 50 на 200 сантиметров. Его, так же как и ткань, привез заказчик, так что я исхожу из этих размеров. В первую очередь я на компьютере начертил щит и поместил в него 12 ромбиков размером 154 на 250 миллиметров. Чтобы рисунок вживую смотрелся хорошо, нужно сверху и снизу сделать расстояние от края до ромба равным половине самого ромба. В моем случае это 125 миллиметров. По такой же формуле делаем расстояние слева и справа. У меня это 77 с половиной миллиметров. Переносим чертеж на щит, засверливаемся и зашкуриваем острые углы. Клей для поролона наношу компрессором. Единственный момент, нужно было добавить в него немного растворителя, ибо пистолету тяжело его распылять. Наносим его на обе поверхности, ждем несколько минут и прижимаем поролон. Ну и просто для справки скажу, что клей можно наносить обычной кистью. Или же приобретать клей вот в таком баллончике спрея. Поролон у меня средней жесткости, к сожалению, маркировку не запомнил. И толщиной в 50 миллиметров. Целого листа у меня не осталось, так что клею из двух кусков по метру. Стык между ними обязательно проклеиваю. Ой, гляньте, что это на заднем плане? Это же тот самый мини-пуфик из прошлого выпуска, ссылку на который можно найти в описании к видео или по всплывашке в правом верхнем углу. Извините, отвлекся, продолжим. Чтобы скруглить края поролона, можно просто отрезать лезвием небольшой уголок по периметру. Или же нанести клей на торец поролона, подождать несколько минут и прижать края. В таком варианте, как по мне, получается идеальное скругление. Но единственный момент, нужно будет накрыть эти места тонким слоем синтепона, потому как через ткань может прощупываться уже твердый клей. С помощью тонкой отвертки протыкаем поролон насквозь, чтобы видеть места для сверления. А в качестве сверла для поролона я использую обычную хромированную ножку диаметром 30 миллиметров. Также можно использовать коронку по дереву, только лишь сточить с нее все острые зубцы. Продолжение следует... А пока я заготавливаю ровно 37 пуговиц, поговорим о разметке. На канале у этих ребят я узнал формулу, по которой считается размер ромба на ткани. Так вот, высота ромба на ткани равна высоте ромба на основе, то бишь щите, это у нас 250 миллиметров, плюс толщина поролона без одного сантиметра. Это у нас 40 миллиметров. А ширина ромба равна ширине ромба на основе, это у нас 154 миллиметра, плюс толщина поролона 50 миллиметров. Один сантиметр не отнимаем, потому как в длину ткань не тянется. Пуговица готова и забегая вперед скажу, что я наверное искал заказчику неправильный размер и мне не хватило ткани в длину. Так что пришлось стыковать два куска ткани. Благо в ширину ткань метр сорок, а на высоту стяжки хватает как раз 70 сантиметров. Нужно только на месте стыка отрезать ткань по контуру ромба, отступив два сантиметра наружу. Чтобы в момент стяжки по 10 раз не переворачивать ткань туда-сюда, я сразу проделаю отверстие на местах, где будут пуговицы. Кстати, игла у меня самодельная, делал из толстой старой проволоки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На стыке пришлось немного помучиться, потому как складка на втором куске ложится поверх предыдущего, а это сбивает рисунок ромбов. Так что немного танцев с бубном и все готово. В общем, на будущее лучше брать ткань с серьезным запасом. Субтитры создавал DimaTorzok Это мягкое изголовье будет вешаться на стену над кроватью. Так что нам остается только прикрутить крепление и каретная стяжка готова. А на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующем ролике. Пока!